Мужки, всем привет! В общем, приехала посылочка от Алёхи. Говорит, Саня, встречай. Поехал, сегодня забрал. Сейчас посмотрим, что здесь. Что-то, что-то, что-то. Это проставка, наверное, чтобы не болталась. О, нифига себе, нифига себе, что-то тут такое тяжелое. Сейчас распечатаю. Так, а здесь вот такая вот какая-то штукенция. Шпонка прям ввязана. Один, два, что-то, что-то такое. Такое и такая. Это пломба, наверное, тут была когда-то. Вот такая вот штука. Куда ее применять, я не знаю. Так, друзья, ну выяснили мы. Короче, это гидромотор. Стоял он на автовышке. Это бэушный мотор. Вот. Я даже пошел специально распечатал по вот этим вот обозначениям. Распечатал его характеристики. Он еще вот так вот обозначается. Гидромотор-насос 30, либо мотор-насос 30. Вот. Диаметр вала 25, шпонка. Все это прекрасно видно. Так, где он используется? Так. На автогидроподъемниках приводит движение редуктор поворота платформы и редуктор выдвижения стрелы. А также автовышки, машины содержания дорог и так далее и тому подобное. Специально крановые, краново-бурильные машины, катки, погрузчики, экскаватор-погрузчик, фронтальный погрузчик, погрузчик леса, асфальта, укладчик и так далее и тому подобное. Тут вот их тьма тьмущая. Так, рабочий объем 32,6. Номинальная частота вращения 1500, максимальная 2000, минимальная 50 оборотов в минуту. Так, мощность номинальная в киловаттах 14,6 плюс-минус 1. И так далее и тому подобное. Вот, друзья, не знаю куда его применить. Есть у меня такие вот какие-то безумные мысли. Возможно, ошибаюсь, подскажите. Собираюсь я, помните, да? Все никак не соберусь собрать себе полноприводную классику. Вот, возможно, даже с куном будет. Вот его использовать в качестве, я не знаю, либо использовать в качестве коробки. То есть, коробку вообще не ставить. А соединить его с раздаткой. Вот. Где будет иметься повышенная, пониженная, да? Ну и, соответственно, там понятно, да? Напередний на задний мост. Вот, блокировочка, все дела. Вот, за место коробки, так сказать, все, чтобы было покомпактнее. Там двигатель опустить в самую-самую раму. В общем, чтобы он вообще не мешался. Такие мысли. Либо привод на коробку сделать, да? И все это. Либо сразу напрямую на мост. Я не знаю просто, как он будет работать. Но если у него минимальная 50 оборотов в минуту, ну, я думаю, двигаться он будет как медленно, так и быстро, да? В общем, подскажите. Работает он в обе стороны. Где-то тут я тоже читал. Направление вращения реверсивное. Что в одну сторону, что в другую сторону. Ну, вот как-то так. Как вам такая безумная идея? Друзья, ну, а кому интересна тема гидрохода, возможно, кто-то себе в хозяйстве хочет иметь трахторок на гидроходу, где есть две педали, да? Нажал вперед, поехал. Нажал назад, поехал. И так далее, и тому подобное. В общем, человек собрал трахторок, хочет его продать. Живет он в Краснодарском крае. Номер телефона я закреплю в комментарии. И ссылочку на его канал, друзья, я тоже закреплю в комментарии. Где можете посмотреть, как выглядит трахторок. Скажу только одно. Это классика. Классика полноприводная. Вот. В движении приводится гидромотором. Сделано все добротно, качественно. Единственное, он спрашивает, Саня, ну, что мне сделать? Навеску или кун? Или так его продать? Я говорю, ну, я не знаю. Возможно, кому-то понадобится. Там тебе уже, как бы, мы скажут, сделай мне навеску. Ты сделаешь. Либо там поставь ему кун, там, и так далее, и там подобное. Он все это может запросто туда внедрить. Ну, и, соответственно, цена поднимется. Цену я не знаю, друзья. Телефон в комментарии. Кому, кого заинтересовало. Уже готовый аппарат. Он гоняет сейчас по полной, там, вперед-назад, как угодно. Только вот, нужна ли навеска на гидроходу, я вот не знаю. Но вот кун, мне кажется, как погрузчик полноприводный, рама классическая, там его порвать невозможно, мне кажется. Как погрузчик будет вообще тема идеальная в хозяйстве. Вот что-то подобное я тоже себе хочу. Вот такие вот дела, друзья. Ссылочка на канал и как строился тракторок в закрепленном комментарии. Телефон там же. Звоните, интересуйтесь, заспросить. Сами знаете, денег не берут. Ладно. Леш, огромное тебе спасибо, дружески. Ты в очередной раз меня выручаешь вот такими вот вещами. Вот. А почему говорю в очередной? Потому что Леха прислал мне еще. Гидроцилиндр. Распределитель трехсекционный с кары. Насос новый, абсолютно новый гидронасос с кары. И так далее, там подобное. И все еще куча всякой мелочевки. Ладно, друзья, всем пока. С вами был Санек. Скоро увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok